Девушки отдыхают Представьте, вы рисовали полгода для своей любимой девушки колечко, его придумывали, можно сказать, от сердца оторвали, а потом начнут писать, что дизайн говно, да, например. Это неправильно совсем, ребята, вкусы у всех разные, о вкусах мы не спорим тут совершенно вообще никак. Плюс, заранее извиняюсь за качество съемки, это снимают мои сотрудники в Москве, они отличные ювелиры, но операторы пока так себе, если честно, поэтому, пожалуйста, давайте им простим. То есть, они молодцы, у них руки растут откуда нужно, но снимать они пока умеют плохо. А первое кольцо у нас, это золото, это бриллианты, и, как ни странно, сейчас многие удивятся, но это совершенно полудрагоценный камень, и он даже такой совсем не модный почему-то, к сожалению. Я хочу вывести его в тренды, это циркон, то есть он бывает такой ярко-ярко-золотистый, вот на мой взгляд, если сравнивать между желтым сафиром, желтым бриллиантом и вот цирконом, циркон горит, и намного интереснее, он намного веселее, намного ярче у него желтый цвет. Еще бывает очень приятный желтый с уходом в черное, в данном камне тоже, да, есть такой небольшой уход, мне очень нравится, я, например, не понимаю, зачем покупать в 10 раз дороже желтый сафир, если есть желтый циркон. И еще один момент, даже в комментариях у меня здесь пишут, что, смотрите, это подделка точно, потому что сафир никогда не поставят серебро, сафир в серебро не ставят. Нет, ребята, мы ставим все во все. Я могу поставить гранат в золото или в платину, и бриллиант могу поставить в серебро, это мое личное дело, и вот как вам нравится или мне, мы так все и делаем. В этом плане никаких правил нет. Были какие-то, видимо, определенные правила в советском ювелирном проме, да, но опять же не забывайте, что весь Советский Союз был завален синтетикой, ее ставили в золото, и это никого не смущало вообще. У нас есть еще вот такого цвета цирконы, обращайтесь, мне очень нравится камень, я с удовольствием сделал бы из него еще несколько женских изделий, и хотел бы сделать мужской пристенек какой-нибудь, есть такой золотистый цвет с уходом в хороший черный. Пишите в WhatsApp, WhatsApp мой написан под видео. Номер 2. Тут у нас тоже гранат, золото и бриллианты. Вот, пожалуйста, опять же, нестандартное с точки зрения многих сочетания, но все допустимо, и можно делать, что хочешь, ставить куда хочешь, да, то есть никаких правил запретов нету. Погода была очень пасмурная, даже шел небольшой дождик, камень великолепен, видите, фоточки, это кольцо номер 1, да, и вот кольцо номер 2, то есть это циркон и гранат. И посмотрите, прям дождь шел, то есть даже в пасмурную дождливую погоду оба камня отлично горят, никакого фотошопа, подкрашивания ни здесь, нигде нет, я никогда вообще не использую категорически никаких фильтров, это против моих правил, я считаю это обманом вообще. Камешки отличные, дизайн классический, стандартный, пишите, обращайтесь, сделаем что-нибудь еще, вот такие яркие гранаты у нас, конечно же, в наличии всегда есть под рукой. Кольцо женское, классическое, с одним из моих любимых камней, это черный звездчатый сапфир, посмотрите, там уникальный, отличный рисунок, камешек я выбирал сам лично в провинции Чинтабури, перебрал, наверное, килограмм других камней, там были без рисунка, без звезды, с трещинами, со всякими вмятинами, там со сколотыми частями, эти камни, я уже говорил, не добывают, поэтому он, по сути, уникален. И, по моему мнению, да, вот в этом изделии главное было не испортить сам по себе великолепный камень какими-то дополнительными ненужными деталями, которые будут отвлекать внимание. Сам по себе камень прекрасен и, в принципе, больше ничего делать не нужно, то есть, по сути, кольцо это просто крепление для камня на палец, и все, сам по себе камень отличнейшее украшение. У нас еще осталось немного вот этих камней, звездчатых черных сафиров, да, пишите в WhatsApp, но их совсем прям мало у нас. А тут у нас очень-очень древний герой, это герой индоарийских каких-то легенд и сказок, изначально он был языческим героем, потом он перешел в индуизм, потом из индуизма он перешел в буддизм. Это никто иной, как демон, то есть, натурально, прям вот настоящий демон, который перешел на нашу сторону, стал за нас, да. По легенде, его другой герой, которого зовут Хануман, это царь обезьян, да, или летающий обезьян, а он его уговорил, с ним подружился, и этот демон стал за наших, за своих, за красных. Значит, он никогда не бывает сытым, он всегда голодный, и он питается исключительно негативной энергией, то есть, это у нас украшение из нашей линейки, которая называется Сахьян, или шаманские амулеты. Если вы изучаете видео на моем канале, вы, наверное, обратили внимание, что я много-много лет уже увлекаюсь шаманизмом, общаюсь с настоящим шаманом, неподдельным из Инстаграма, да, самым натуральным, ему уже много лет. И вот, собственно, у тайцев есть в культуре, и не только у тайцев, во всей Юго-Восточной Азии такой герой, который съедает весь негатив. Сглазы, порчи, наговоры, какие-то зависть, ненависть, твое дурное настроение, настроение среди окружающих. Это все сделано по эскизам шамана, он проводит обряды с этим амулетом, когда мы заканчиваем с ним работу, делает наговоры, и вот, собственно, это не просто украшение, украшение амулет. Тут у нас серебро с чернением, с золочением и гранат. Демона этого зовут Лаху или Раху, по другой версии, да. Можете загуглить, почитать, про него много интересного, а также мы про него рассказывали с Климом Жуковым в наших видосах, и еще будем не один раз рассказывать. То есть он такой очень активный участник очень многих легенд индо-арийских в Юго-Восточной Азии. И, в частности, в Рамаяне он фигурирует постоянно. Почитайте Рамаяну, там про Лаху очень много. Вот, собственно, получается такое украшение со смыслом. Говорят, что главное это верить. Ну, вы знаете, я считаю, что неважно, веришь ты или нет, но украшение со смыслом, со значением носить вдвойне приятно. И обратите внимание, гранатик крайне привлекательный, очень яркий. Тут у нас тот же самый демон, который играет роль защитника или поглощает весь негатив. Тот же самый Раху или Лаху. Вы довольно много, кстати, заказываете таких амулетов. Ну, видимо, в России или где-то в других странах Европы довольно много негатива. Ну, хотя в Таиланде все на позитиве, но тоже Лаху носят все с удовольствием. И колечки я показывал, да, здесь и подвески, и все-все остальное. И, кстати, тайцы тоже мне заказывают такие подвески. Все, что мы делаем по линии сакьянт или вот амулеты, да, обязательно с этим совсем работает шаман. Это требует дополнительного времени. И, конечно же, часть дохода от изделий мы отдаем ему, естественно, да. То есть, таким образом, еще и помогаем хорошему человеку. Мы делаем такие изделия, ну, вот именно Лаху, да, подвеску. И из золота, и из серебра, и с чернением, и с матовым чернением. И просто в белом золоте, и в желтом золоте, каких только их не было. Самые разные вы заказываете. Камни преимущественно шаман рекомендует сюда ставить или черные, или темно-алые какие-то красные, да. То есть, зелененькие, желтенькие, он говорит, что, ну, как бы не так хорошо действуют, как вот алые или черные. Тут у нас снова пасмурная погода. Не очень хорошая съемка, но мы, ребят, простим, они старались. По-честному, опять же, шел в этот день дождик небольшой. Но, видите, даже сейчас камень хорошего цвета. Это гранат из Танзании, это золото и бриллианты. Это кольцо у нас было в нескольких фотосессиях, уже участвовало. Оно почему-то всем страшно нравится. Его уже заказали мне еще, наверное, три или четыре раза. То есть, какое-то такое получилось удачное сочетание. Кольцо сделано, опять же, поиски и у заказчика. Я бы сделал немножко по-другому, но мне в таком варианте тоже нравится. И давайте, пожалуйста, вкусы друг другу уважать, да. То есть, резкая критика не приветствуется. Колечко красивое и о вкусах не спорят. А тут ребята снимали-снимали и, в конце концов, видео нечаянно удалили. А изделие мы уже отправили заказчику. Это опять украшение-амулет со смыслом из нашей линейки Сакьян. То есть, с ним работал шаман, он его наговаривал. Мы, естественно, часть денежки отдали ему. Тут стоит рыжий гранат. Очень яркий, хороший, опять же, в пасмурную погоду. Видите, как он горит, да. Только фоточки остались, видео нету. Здесь две птички. Вообще, изначально у тайцев в шаманизме есть такой амулет, который называется Нок Сантика. Это птички, которые садятся на плечи вашему собеседнику. И ему на оба уха поют песенки. Значит, амулет этот, если он правильно наговорен, с ним проведены правильные обряды, считается. То есть, я не уверяю вас в этом, да, ни в коем случае. Но считается, что он помогает человеку добиться нужного уровня красноречия. И со стороны окружающих к нему все относятся с симпатией. То есть, окружающие люди, да, к нему испытывают симпатию. Умение разговаривать, вести переговоры, что-то продавать, кому-то что-то доказывать, выигрывать спори и так далее и тому подобное. Плюс милота, да, то есть, симпатия, сторона окружающих. Здесь серебро с чернением. И птички я немножко стилизовал под скандинавских воронов. То есть, тут, смотрите, получается, с одной стороны тайский шаманский амулет, с другой стороны хунин и мунин, скандинавские вороны. Вот, то есть, сразу несколько в одном. И украшения, да, и всем приятным. Это колечко у нас из белого золота, если я ничего не путаю. Возможно, это серебро с позолотой. В принципе, это неважно в данном случае. Здесь стоит отличный супер-мега-убер-аметист из Руанды. Такой цвет бывает только в Руанде. Все остальные аметисты, которые добывают где-то в другом месте в мире, они значительно скучнее всегда. А руандийские аметисты прям очень сильно веселые. Я постараюсь добраться до Руанды, но весть из полей нам докладывают, что там прям совсем опасненько, и иностранцы могут взять в плен, вот, потом, чтобы его за выкуп продавать, да. Поэтому я не обещаю, но попробую. И здесь у нас кольцо тоже носит шаманский символизм. Посмотрите по бокам вот эти полосочки. Это символ Уналон. Он используется, опять же, в культуре Сакьян. Про культуру Сакьян смотрите, видео у меня на канале есть. Я изучаю эту тему уже почти 20 лет. Это символ развития, просветления, движения вверх и вперед. То есть все, чем ты занимаешься, ты в этом становишься лучше и лучше и лучше. Это кольцо тоже наговорил шаман, естественно. То есть считается, что, опять же, по их традициям, считается, что если наговора нет, то, собственно, это просто безделушка, а вот с наговором это уго-го какой сильный амулет. Я, если честно, не знаю, до сих пор верю я в это по-настоящему или нет, но мне такие штуки очень сильно нравятся. У меня таких колец есть несколько. И снова у нас сочетание всего моего любимого. То есть здесь у нас серебро. Посмотрите, обратите внимание, мы освоили новый вид покрытия. То есть это не просто матовое чернение родием, да, оно наносится такой металл из группы платины, а это специальная такая игольчатая обработка сначала идет, а потом покрытие. Цвет еще темнее и еще брутальнее, чем обычное матовое покрытие. Мне очень нравится. Я хочу себе пару колечек перепокрыть теперь заново. Они у меня просто матовые серые, а теперь будут такие вот прям совсем ближе к черному. Это кольцо тоже не что иное, как амулет. Там две мантры. Что за мантры я говорить не могу, потому что их лично человеку подбирал шаман. Для того, чтобы подобрать мантры, не нужно приезжать, нужно просто сказать, чего я хочу. Например, я хочу здоровья и денег, или удачи, и очень сильно нравится женщинам всем вокруг, да, там, или чего-то другого еще, неважно. Ну, и здесь вы уж заметили мой любимый, один из моих любимых камней. У меня вот, наверное, черные биллианты, потом сумеречная шпинель и вот черные звездчатые сафиры. Это прям топ-3 моих любимых камней. Камень я отбирал лично в результате длительной селекции. Там уникальный узор. Звезду показать мы не сможем, потому что погода была очень пасмурная и плохая. Но звезда есть, она очень яркая, очень четкая. Рисунок там прям, ну, тоже божественный. Микросхемы инопланетные по полной программе присутствуют. Дизайн кольца очень простой, но здесь, опять же, главная задача, как и в нескольких предыдущих колечках, не испортить камень и не отвлекать внимание от камня на что-либо другое. Поэтому я считаю, что тут дизайн, он вообще и не нужен, в принципе, совсем. Здесь стоит суперчистый, яркий сафир, очень хорошего качества. Мы его купили совсем недорого. И мы несколько месяцев подбирали в цвет ему вот эти остальные мелкие камни, которые по краям. Ну, там два не такие уж и мелкие, они в совокупности почти как центральный камень, да, по весу. Ну, вот, чтобы их подобрать, действительно, пришлось перебрать, наверное, пару тысяч других сафиров. Это я к тому, что натуральные сафиры, они в цвете практически никогда не совпадают. То есть, ну, один из тысячи, да, попадается на другой, который тоже один из тысячи. Поэтому, когда вы заходите в магазин, и там лежат, не знаю, там, десятки, сотни изделий с сафирами, и все сафиры одного цвета, это говорит о чем? Правильно, что это синтетика. Вот, колечко вышло уникальной красоты, сафиры все в цвет. Прям все мне очень сильно нравится, я бы ничего сюда добавлять больше и не стал. Ну, тут у нас тоже, ребята, снимали-снимали, и не смогли снять видео, не получилось, но есть хорошие фоточки. Это очень хороший матовый гранат с эффектом неона, то есть, он даже в пасмурную погоду, в полумраке очень хорошо горит. И одна очень талантливая девушка из Питера разработала сама этот дизайн. Мы очень долго его рисовали, потом долго делали из-за пандемии, у нас была закрыта мастерская, потом очень долго не могли доставить. Собственно, такой у нас выдержанный, как старое вино, амулет получился. Ну, это просто подвеска, в которую девушка вложила какой-то смысл. И там в одном укромном месте нанесены мантры, которые, естественно, потом наговорил шаман, поэтому это тоже получается подвеска амулет. Видите, у нас процентов, наверное, 60 изделий, если не 70, идет со смыслом, потому что вы сами так хотите, то есть, вам это нравится. Ну, вот получается, что сначала это понравилось мне, рассказал вам, потом вы разделили мои интересы, я за это вам очень сильно благодарен. На сегодня все, я думаю, хватит вполне 11 изделий. Пишите в WhatsApp, давайте что-нибудь интересное сделаем, что-нибудь яркое, необычное, брутальное, скромное, значит, нежного цвета или яркого. Не болейте, пожалуйста, берегите себя, берегите родных, постарайтесь не сболеть и пересидеть все эти опасные трудные времена дома. Всем до свидания, пока!